Всем огромный привет, девчонки! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свои некоторые покупки. У меня здесь были продукты, как сайт Алиэкспресс, но это была не косметика, потому что косметику с этих сайтов я никогда не заказываю. Но есть такие вещи, которые продаются у нас в Эстонии довольно дорого. Я думаю, что они заказаны все с тех же китайских сайтов, а там я могу купить их за какие-то разумные деньги. И также покажу косметику и некоторую канцелярию. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра! И начиная как раз с вещей, которые я заказывала на сайте Алиэкспресс. Первое это был вот такой блокнот, о котором я говорила в своем то ли предыдущем видео, то ли предпредыдущем видео, где мне приходил похожий блокнот только на тематику маленького принца. Я с удовольствием его сейчас вожу на свои курсы. Я езжу на курсы операторов и видеомонтажа, и туда делаю какие-то записи. И вот мне пришел второй блокнот, он оформлен в стиле путешественника. Каждая страничка индивидуально разрисована. То есть здесь вы можете увидеть разные рисунки. Бумага здесь такая состаренная. Качество у него, конечно, превосходное. Сделан он, я не знаю, на 5 баллов просто. И у меня даже закралась такая мысль, чтобы, может быть, коллекционировать эти блокноты. Потому что, конечно, такое большое количество мне не нужно. Я не делаю. Возможно, столько записей, и они у меня не так быстро расходуются. Но для того, чтобы они красиво стояли на полочке рядом с книгами, мне кажется, просто идеальный вариант. Либо проводить какие-то фотосессии. Если я, например, фотографирую продукты из косметики, мне кажется, это самое то. Цена у них невысокая. У нас, я не знаю, в районе 7, наверное, 8 евро. Можно купить какой-нибудь очень скучный блокнот, у которого не будет никаких украшений в виде вот такой фурнитуры. И я думаю, что он не доставит огромного удовольствия. Здесь же за 7 долларов, по-моему, что предыдущий блокнот стоил 6,82. Вот это, по-моему, 7 долларов. Но я обязательно оставлю ссылку на него. И если вы не видели мой блокнот, который с маленьким принцем, то я тоже оставлю на него ссылку. Я рекомендую этого продавца, потому что мне все пришло в течение двух недель. Что один, что второй блокнот. Просто я их заказывала, по-моему, в разное время. И я обязательно поближе потом вам полистаю странички, чтобы вы увидели его во всей красе. Далее, что я решила заказать на Алиэкспресс. Это была вот такая штучка. Называется она Brush Egg. И она предназначена для того, чтобы мыть кисти. Я уже такую один раз заказывала в точно таком же оттенке. Но я где-то ее потеряла, потому что у нас дома довольно часто проходят ремонты, как вы сами знаете. И некоторые вещи теряются. Но для меня она была очень-очень удобная. И я с удовольствием мыла ей кисти. Она справляется со своей задачей просто отлично. Также там очень много цветов. И если вам нужна недорогая штучка, она, по-моему, стоила в районе 90 центов, то я тоже могу ее посоветовать. Я думаю, что это может быть отличная альтернатива каким-то дорогим, например, перчаткам, как у Sigma есть. Не помню точно, сколько она стоит, но не 90 центов точно. И она одевается, конечно, на всю руку. Может быть, так удобно. Но мне, например, удобно ее надеть на свой пальчик. Потом я беру кисточку под кран и так елозю-елозю, а потом смываю. Тоже отличная вещь. Она со временем не теряет ни своих качеств. Она выглядит так же, как она и пришла. Только ее нужно, конечно, хорошо отмывать после того, как вы помыли кисти. В общем, тоже могу порекомендовать. Следующее, что я вам хотела показать, уже относятся к косметике. Это будет уходовая косметика и марка это Натура Эстоника. То же самое, что Натура Сибирика, только Натура Эстоника. Я когда пришла в магазин, обычно я захожу туда за 15 минут до своего автобуса после курсов. У меня взгляд сразу упал, потому что все полки были заполнены именно продукцией Натура Эстоника. Ну, вместе с Натурой Сибирикой. Конечно, я в магазине посмеялась, и мы стали разговаривать с продавцом. Она сказала, что это, в принципе, одно и то же. У нас в Эстонии, оказывается, есть уже свой завод, который делает и Натура Сибирика, и теперь делает Натура Эстоника. У нас цена именно на Натуру Эстонику в два раза меньше, или даже в два с половиной. Поэтому я решила взять на пробу четыре продукта. И первое, это были средства по уходу за волосами. Бальзам и шампунь. Мне, во-первых, понравилось оформление самих бутылочек. И я выбирала те средства, которые подходят для безвожженных волос, которые подвергаются часто какой-либо химической обработке. А так как я постоянно крашу волосы, то мне, конечно, эти средства очень нужны. Они обещают прям какой-то нереальный блеск. И что я могу сказать? Я вчера первый раз попробовала эти шампуни. Для меня самая большая радость, что не вызвало никакого раздражения кожи головы, не появилось никакой перхоти. И когда я встала утром, каково же было мое удивление, что волосы совсем не спутаны. Потому что я всегда ложусь спать, у меня такая чуть влажная голова, никогда не сушу волосы феном. За редким исключением, когда я куда-либо тороплюсь. Так что этот шампунь и бальзам мне очень-очень понравился. Обязательно буду пробовать и какие-то другие серии. Следующее, что я решила там взять, это был крем под глаза. Я не скажу, что я особо парюсь и ищу там какие-то супер дорогие средства для того, чтобы ухаживать за кожей под глазами. Возможно, пока нет такой необходимости или по каким-либо другим причинам. Хотя я сейчас себе купила два крема, я обязательно покажу их в другом видео. Но они в районе где-то 30 евро стоят каждый тюб. И пора уже, наверное, серьезно подходить к вопросу по уходу за лицом. Что касается этого крема, я опять же не возлагаю на него никаких надежд. Но для того, чтобы кожа под глазами сильно не сохла, я его тоже вчера нанесла после ванны. Я не могу сказать, есть ли какой-то эффект от него. Опять же, потому что нет никаких весомых проблем, которые бы я хотела убрать. Но все равно буду им пользоваться. Самое главное, что он отлично увлажнил кожу под глазами. Тоже не вызвал никакого раздражения, ни сухости. Находится вот в таком тюбике. Довольно у него хороший объем. Это не какой-то крошечный. Здесь 20 мл. И что касается состава, то я не думаю, что он тут на 100% какой-то натуральный. Хотя, насколько я знаю, и натура Сиберика, и натура Эстоника, они преподносят себя как натуральные продукты. Но я опять же говорю, что натуральная косметика на мне не особо работает. Поэтому я люблю пользоваться косметикой, в состав которой ходят парабены. По крайней мере, она на мне работает. Что касается его консистенции, то крем довольно такой густой. Да, густой. Вот такой носик у него. Точнее, у тюбика. И выглядит он вот так. Очень быстро и хорошо впитывается. По-моему, что касается аромата, вообще нет никакого. Ну, прям такого значимого и какого-то навязчивого аромата нет. Поэтому буду пользоваться, если будут вдруг какие-то изменения в лучшую сторону. Если вдруг я утром встану, а у меня под глазами эффект фотошопа, то я обязательно дам вам об этом знать. И еще один продукт, который я решила взять для лица. В последнее время очень нравится протирать лицо разными тониками. Я взяла вот такой тоник, матирующий. Он подходит как для комбинированной кожи, так и для чувствительной. Здесь в составе есть гиалуроновая кислота, витамин С, цинк. Я обязательно поближе потом состав покажу. И здесь 94,6% натуральных компонентов. Не знаю, насколько это правда. Опять же, воспользовалась вчера первый раз, никаких раздражений не вызвал. Мне даже показалось, немного успокоил мою кожу. И что касается жирного блеска, насколько он в течение дня выделяется после применения этого средства, я еще не успела оценить. Но обязательно, опять же, когда будут какие-то результаты, я дам вам знать. Мне девочка одна, моя подписчица, писала, что она пробовала розовую водичку, и она в полном восторге. И наконец-то сбылась мечта идиота. У нас в Эстонии открылся магазин Inglot. Я когда приезжаю на курсы, вот заходила туда, там мне работает моя подруга, продавцом, консультантом. Я пока болтала, выбрала себе 4 продукта. На самом деле, в основном меня интересовали только тени и пигменты, потому что тональная основа, помады мне нравятся у других марок. И, в общем-то, что я сделала, выбрала себе тени и пигменты. Я думаю, что свочи именно пигментов показывать при дневном освещении, это, наверное, преступление, потому что они, ну, при дневном свете так не играют, как при искусственном. В магазине искусственное освещение, соответственно, и там просто я, наверное, как больная на них смотрела. Меня вообще всегда очень завораживает цвет, текстура. Я взяла, значит, два пигмента в номере 22 и в номере 35. Я обязательно сделаю отдельно свочи, чтобы вам показать. Что касается моего мнения об этих пигментах, то я, конечно, в полном восторге, потому что я уже очень давно с ними знакома условно. Я видела, как на них работают другие визажисты, когда езжу на какие-либо мастер-классы. И также я вижу, когда выкладывают фотографии в Инстаграм, либо в блоге какие-нибудь. Я всегда там штудирую, смотрю. У меня они как бы похожи в одном больше розовинки, а другой более с таким фиолетовым отливом. Но я обязательно сделаю отдельный свод, чтобы вы увидели всю красоту. Сегодня я делала макияж. И на серединку века использовала один из этих пигментов. Не помню какой, по-моему, который порозовее. Но так как сегодня просто уже отвратительная погода, это, конечно, ничего не видно. Я вообще не знаю, видно там ли мой макияж или нет. И также есть у меня вот такая магнитная палетка, куда я собираю тени и инглоты. И пока некоторые ячейки не заполнены, да и, наверное, уже сюда только парочку еще влезет, я заполнена другими тенями, которыми я чаще всего пользуюсь. Вот эти тени это мне привозили из Питера. И еще не помню откуда, это обычно девочки из Эстонии, когда едут в Питер, сами меня спрашивают, нужно ли мне что-то оттуда привезти. Я, конечно же, даю деньги, но пишу номера, и тогда мне привозят тени. Потом по почте, допустим, Сталина, если я не выезжаю, мне присылают. А в нашем магазине я купила два вот таких оттенка. Один такой бирюзовый, что ли, голубой, даже не знаю, как его описать. Он шиммерный, и другой оттенок сатиновый, зеленый. Очень-очень красивые оттенки, отлично набираются. И эти два оттенка очень-очень хорошо пигментированы. Я сейчас побольше тут повожу, чтобы вам было видно. Так выглядит этот оттенок. И другой оттенок выглядит следующим образом. Конечно, лучше их смотреть в контексте какого-либо макияжа. Я обязательно, как сделаю какой-либо макияж, выложу в Инстаграм, и там вы его увидите. Либо сделаю какой-нибудь видеоурок. Переносицы, что касается руки, они отлично просто. Но на глаза я еще не пробовала. Но могу сказать, из этой же серии у меня есть такой оттенок, такой оттенок. Они работают просто отлично. У меня уже около года, может быть, даже около полутора лет. И я с удовольствием их использую. Единственные тени, которые мне не вызывают особого восторга, это вот эти вот матрасики, где сразу три цвета от светлого к темному. Но я тоже все равно ими пользуюсь. Так что вот, девчонки, на сегодня я закончу свое видео. Пускай это будет первая часть, потому что погода уже совсем-совсем испортилась. Мне кажется, что я уже сейчас буду сидеть с фонариком здесь светить. Потому что в комнате все темнее и темнее. Даже белые стены меня не спасают. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какое-то мнение по поводу этих продуктов, то обязательно пишите мне в комментариях. И увидимся в следующем видео. Пока!